Снимаем теперь мы только по-новому, в самом обычном ключе. Просто вот так вот несложно. Так вот, сегодня будет обзорчик, скорее всего, у нас кальяна от DarkSide. Это новый кальян под названием Mars. Apollo Crimson. И вот такой вот у нас есть комплектик. Так, колба ко мне не доехала, потому что она осталась в офисе DarkSide, и я ее забыл. Давайте, собственно, пройдемся, пока мы чисто по упаковочке, и поймем. Версия Mars 1.0.59. О, вот так вот. Вот так вот будем снимать. Вы шторок. 59 сантиметров. Полный комплект шахта Мунштук. В плане полный комплект. Шахта плюс Мунштук. А почему не написали, что есть блюдца? Есть... А, все, понял. О, долговечные материалы. Анодированный алюминий и нержавеющая сталь. Помню, все говорили, что, ну, недолговечно вся эта хуйня, этот алюминий. Но, как мы видим, те же самые DarkSide Apollo, они, в принципе, до сих пор стоят в кальянных и до сих пор как бы работают, да? Силиконовая рукоятка и наконечник из нержавеющей стали. Да, здесь вроде у нас другой уже Мунштук. Так, сейчас мы выйдем отсюда. Другой Мунштук. Собственно, и все остальное. Так, давайте, собственно, смотреть, что у нас в этой упаковочке, в этой коробочке. Кстати, да, вот True the DarkSide, DarkSide Mars. Так, давайте смотреть про этот кальян. Ай, ёбаная упаковка. Так, что у нас есть? У нас есть блюдце, и оно в разы хуёвее, чем на прошлой модели были блюдце. То есть, ну, оно какое-то не такое. Вот этих прорезей не хватает. Ну, и здесь такой маленький закос подвуку. Это ступенька. Типа, чтобы... Ну, вообще, эта ступенька делается для чего? Чтобы носить кальян за блюдце. Блюдце, но здесь на резинке его, в принципе, нормально не потаскаешь. А, у нас здесь внутри комплект резинок. Типа, на выбор. Как раз у меня колбы родной нету. Так. Мунштук. Мунштук а-ля Еврошиша, эми-хуеми, да, то есть, прорезиненная. Кстати, очень удобно, прикольно, но я никогда не держу мунштук за мунштук. Я всегда держу его вот здесь вот, на стыке шланга, как бы, и вот так чисто одним пальчиком только лишь поддерживаю. То, что нержавеющая сталь здесь, ну, прикольно. Так, теперь идём к самому кальяну. Что, блядь, сука. Что мы здесь видим? Это вот такой вот уютненький маленький кальянчик. Очень прикольного цвета. Как мы здесь видим прорези, это, ну, чтобы было, типа, удобно раскручивать, выкручивать. А, кстати, он на... Ага, он, сука, либо на... А, он на магните, а лё, Мэтпир, блядь. Смотри, спиздили идею. Да. Здесь, как у Мэтпира, в принципе, всё так же. И можно этот магнит, скорее всего, вот так вот вытащить. Ну-ка. Сейчас мы его... Ух ты ж. Модненький красный О-ринг. Это, типа, на Эпл-ватчах, которые с целлюляром, да, как бы, ну. Всё, это не хуёво. Да, магнит, в принципе, вытаскивается, и можно его заменить. А мы сразу видим уже проблемку в том, что магнит быстренько сдохнет, как у Мэтпиров. И придётся его менять. Будет ли менять DarkSide его по гарантии, я не знаю. Но они столкнутся с этой проблемой, да? Так, по рабочим дырочкам. Что у нас есть по рабочим? Две рабочие дырки, клапан. В принципе, кальян вроде как бы неразборный, но его можно разобрать, потому что мы все модели DarkSide уже разобрали. И как бы, ну, и помыли их, чтобы чистенько было. Так вот, я... Ёб твою мать! Вы это видели? Вы это видели, ребят? Я вам сейчас покажу, блядь. DarkSide! DarkSide, ты чё, блядь? Ты чё? Я слеп сдох бы. Короче, смотрите. Сейчас, секунду, я вернусь. Да, не-не, я... Я смотрю, что так. Короче, да, как я и говорил, что... Больше не будет каких-то добрых проплаченных обзоров. Теперь только true. И мы видим здесь что? Мы видим здесь, сука, вот такую стружку, блядь. А что это такое? Это не совсем стружка, это проёб тех, кто продувает кальяны на обработке. То есть, во-хоу, как мощно! Вот такая вот стружка у нас попалась. Если честно, я теперь начинаю бояться. Поглубже-то заглотить. Прям о-о-о, вот так вот, да? Почему я её только увидел? Потому что этот кальян я получил совсем недавно, и я его даже не курил. Поэтому мы сейчас будем всё это как бы курить в лайве, да? Так, есть резинки. Чем они отличаются, я пока не знаю, но мы сейчас попробуем понять. У нас есть такая, и есть такая, и есть такая. Ну ладно, с этими понятно, это стандартная. Это чуть-чуть как бы такая а-ля Дарксайдовская, да? Потому что первый раз я у Дарксайдов такого видел. А что касается этих резинок... Возможно, они идентичные, но мне кажется, что на какой-то миллиметр они меньше друг друга. А, не, они идентичные, просто запасные. Так что, ну, с выбором проблем у меня не будет. Вау! Он, знаете, как будто моторчик... Так, ну-ка, я всё-таки всё продую аккуратно. А, ладно, сегодня мы всем разобрались, да? Ну вот это же скач, блядь, Дарксайд. Так, вот вам контроль качества, надо проверять. Я не доёбываюсь, но это просто дикий проёб. А, тем более я-то. Я-то теперь буду доёбываться до всего абсолютно, да? Вот до всего. Так, шланг. Шланги Дарксайдовские очень хорошие. Ну, в последнее время это такой качественный софт-тач. Всё очень красиво, хорошо. А, тут этот, аж походу шланги нарезают чем-то горячим. Ну, вот здесь он немного прикипел. Опа! В принципе, ну, круто смотрится. Согласитесь, да? Ну, так бы, как бы, разницы нет. Сейчас мы вставим в наш коннектор. Опа! Всё, в принципе, у нас всё собрано. И вот магнитик как работает. Ой, тупорылый, блядь. Неправильно вставил. Во, теперь правильно. Ну, серьёзно, даже симпатично. Даже не верит, что Дарксайд. Вот. Магнит хороший. На самом деле, он даже, мне кажется, выдержит шахту. Сейчас мы вот так сделаем, чтобы угла не было. Да, шахту он выдержит. Хорошо. Я боюсь теперь этих стружек, пиздец. Так, как у меня нет... Так, что у нас в коробке? Больше всё? Ништяков нету? Нет. Так, всё, мы это поняли. Сейчас мы подойдём, пойдём, подгоним под него колбу. Так, с Маклаудов ни хуя не снимется. Можно будет взять либо маленькую колбочку от Хайпа, либо взять Неолюкс от Эми Голда. Наверное, скорее всего, возьму Неолюкс. Будет прикольнее. И выбрать, с чём мы будем курить. На самом деле, у меня произошла проблема с колбой от Неолюкса, потому что и с резинкой от Дарксайда. Она очень мощная, и в эту колбу, как бы, даже в таком состоянии она не залазит. Я уже ничего не говорю про то, чтобы резинка была на кальяне. Также с родной резинкой колба не залезла на эту шахту. Потому что просто не влазила. Я взял другую, которая, по идее, должна была залезть, но она в ней болталась, как карандаш в стакане. Поэтому пришлось одевать резинку резинку на резинку. Это значит, когда ты занимаешь сексом и ради безопасности одеваешь два презерватива, чтобы от шлюхи не подцепить чего-то плохого. То есть, да, ты одеваешь два гандона. И теперь она более-менее встала на эту колбу и выглядит, собственно, кальян довольно-таки интересненько. Но, по крайней мере, садится четко. И сделать, собственно, вот так. И сделать, собственно... А ну-ка, блядь, давайте-ка поиграем в нашу любимую игру. Нет, здесь очень легко и это не совсем... Не совсем интересно. Ну, собственно, вот так. Давайте сейчас зальем сюда водичку и выберем, что мы будем курить на этом кальяне и посмотрим все его характеристики. А теперь осталось выбрать, что мы будем курить. И в этом поможет мне моя малышечка. Малышечка. Так, малышечка, мы сегодня будем курить табак Дафт на новом Дарксайдике. Да, я тебе сейчас объясню. Дафт – это такой прикольный средней крепости табачок с интересными вкусами и он акцизный. Поэтому давай выберем, что ты будешь курить, потому что я не знаю, что ты еще любишь курить, какие твои предпочтения. Но мы сейчас что-нибудь выберем. Так, как ты относишься к лемон-лайму? Цитрусовую не любишь? Хорошо. Че-че? А, лайм не любишь. А, лимончик покурила бы, да? Блубери. Это голубичка. Голубика это? Блубери. Или черник? Не знаю. Ну, короче, блубери будешь? Ага. Сколько процентов? 30? Хорошо. Блубери 30 процентов. Маракуйя, я тебе скажу, вот топового вкуса у Дафта. Вот маракуйя, можем покурить с тобой сейчас вместе. Давай. Немножко только, да? Ага. И смотри, вот где у тебя здесь выбор? Либо смородина, либо вишенка. Что ты выберешь? Че говоришь? Смородину хочешь? А я хочу вишню. Давай. Все, мы выбрали. Мы курим у нас микс. А с малышечкой будем курить. Это черри джуйс, маракуйя и блубери. То есть, мы сейчас все это забьем в чашечку и будем курить с нашей малышечкой. Так. Ксяу. А тебе шланг дарксайдовский. Ксяу. Киса. Кисоня. Тебе нравится новая кальяна дарксайда? Кисау. А мой груз тебе показывает, мам. Ага. Тебе нравится новая кальяна дарксайда? Мадышка, мам, не бойся. Она, она... Ребята, она просто стесняется. Никогда до этого в кадре. Только на фотографиях. Фотографироваться она умеет, но в камеру она ничего не может сказать. Все, мы определились. Что к чему. Сейчас поставим угли. Забьем наш микс из дафта. И посмотрим, как этот чудо-юта с огромной стружкой будет курицей. Клево, а тебе дафт нравится? Это дафт. Какой тебе вкус больше нравится? Тебе нравится, когда тебя дафтик чешет. А, сиськи. Сиськи, 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 сиськи. Ага, ага. Так. Чашечка наша вроде бы почти прогрелась. Угли у нас Kyoko Turbo. И давайте, собственно, начинать. Да? Так, сейчас на свой охуенный мундштук серебром одену. Видели, какой у меня мундштук теперь есть? О, да. Охуенный. Сейчас. Так, давайте, собственно, взрывать наш Darkside Mars. Марс, да, называется? Марс, да. По курению. Как я и говорил, в холостую тяга была такая прям стабильная. Но, когда мы загрузили это табачком, поставили колодочку, прогрели, то тяга стала классическая, а-ля Starbass. А, сейчас мы снимем этого, там уже не надо. Вот так, короче, да? Курица стала более тяжелее, но мне лично такой, ну, вид курения нравится. Когда ты чувствуешь сопротивление, и всякие CVP-шки я не очень люблю, из-за их нелегкой-легкой тяги. А, что касается продула, то тут все достаточно-таки идеально. Колба выдувается, клапан работает отлично, ничего не залипает, но это может быть потому, что он еще нулевый, как бы, и я с него курю вообще в первый раз. Теперь давайте пробежимся, что мне нравится, что мне не нравится. Наверное, начнем с того, что мне не нравится. А, мне не нравится блюдце, оно стало таким каким-то мертвым, неинтересным и не крутым. Нравится посадка блюдца, что легко снять, выкинуть все это, да, с блюдца и все остальное. Коннектор хороших размеров. Внешний форм-фактор с колечком, как бы, ну, это мода 2018 года. О том, что коннектор на магните и ебаные резинки, сука, вот туда не будут проваливаться, дарксайдовский шланг, соответственно, не будет за это выпадать. Но тут же сразу то, что магнит заржавеет и ему придет кирдык. Конечно, в домашних условиях это редкостная хуйня, да, но в кальянной, в работе он быстро, мне кажется, откажет. А, клапан, тоже хороший, сейчас мы его раскрутим, посмотрим, что у нас внутри. Здесь тоже красный о-ринг, очень модно. А, здесь оранжевый. Ладно. Там вот такой, а, тут металлический шарик. А, это хуёво, потому что он окислится и начнет прилипать. Надо будет заменить его на жемчужинку, она у меня, кстати, есть. По буралению, то, что мне нравится, что в нем нет диффузора этого, да, и как бы ты куришь и полноценно ощущаешь, что ты реально куришь кальян. Как я и говорил, мундштук я всегда держу вот. Я держу вот так вот, большим пальчиком вот так придерживаю и... Вот так курию. Я никогда не понимал людей, которые держат мундштук вот здесь, да. Либо, которые держат мундштук вот здесь. Я сразу их ассоциирую с людьми, которые держатся часто за хуй. Очень-очень ловко они это делают. Дарксайд сейчас дорекомендовал давно уже какие-то хорошие кальяны, да, взять Аполло, Зенит. Кстати, на Зенит у меня обзор так и не вышел. Как-то я снял. Продувается тоже все очень хорошо. Единственное, что мне не понравилось, это ёбля с этими коннекторами, с резинками, чтобы посадить колян на шахту. Но, скорее всего, это проблема не Дарксайда, а моя проблема и моими колбами, которые у меня есть. У меня дикий дефицит колб и резинок дома. Поэтому, думаю, здесь все отлично и Дарксайд прям залетает на ура. Поэтому, 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 поэтому мы заканчиваем наш обзорчик в таком формате и напишите, что вы думаете о таких обзорах, когда ты просто хочешь с камерой пахать, либо на работе и все это, собственно, снимаешь. Потому что теперь будут обзоры только в таком формате, в максимальном лайфстайле и по-обычному. Кстати, да, многие, наверное, спросят, что это за хуйня. Это, короче, хуйню мы купили в Турции. Она, типа, от всего помогает им. Иммунитет и природа, блядь. И чтобы сперматозоиды у тебя были активные. Они, кстати, активные. Очень активные. И вот эта штучка по мундштуку тоже. Ну, блядь, я бы все равно не люблю тонкие мундштуки. Вот, блядь, сука, хоть убей. А тоненькие мундштуки я не люблю. Я люблю вот такие какие-то более объемные, потяжелее, слишком легкие тоже не люблю. А вот это то, что... Вот эта хуйнюшка, она тоже прикольная. Поэтому на этом Дарксайд Марс. Версия 1.0. Или что-то, что-то там на коробке написано было. Мы заканчиваем. Напишите свое мнение, что вы думаете об этом кальяне. И о таком формате обзоров. Всем пока, я давай даем. И мы пойдем докуривать нашу чашечку. Ну и, наверное, напоследок скажу. Дарксайд не допускает такой хуйни. Контролирует. Именно мне надо было, чтобы эта хуйня на обзор попалась. Наверное, специально это сделали. И тем, кто продувает и собирает кальяны, скажите, чтобы обращали на это внимание. Сегодня она в шахте, завтра она в шланге. Либо на коннекторе металлическом, либо в порту, где ты вставляешь шланг. Не надо. Не надо.